Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в клуб романтики «Моя голливудская история». Серия 2. Кого можно встретить на окраине Голливуда и чем заканчиваются модные тусовки? Глава 2. Кто-то очень важный. После ночи в хостеле, проведенной в окружении 20 сопящих и ворочащихся человек, вы решили снять квартиру. Вы просмотрели три журнала с объявлениями и, наконец, нашли недорогое жилье на окраине города. А вот и адрес. Да, район не из лучших. Вряд ли тут встретишь Николаса Бёрда. Что ж, деваться некуда. На большее у меня пока нет денег. Взбодрив себя мыслями о лучшем, вы быстро переходите улицу. Неожиданно из-за угла вылетает Мерседес. Он мчится прямо на вас. Виск тормозов, чей-то крик и яркий свет фар прямо вам в глаза. Вы чувствуете удар, и мир начинает уплывать из-под ног. Вы открыли глаза в незнакомом месте. Всё тело ужасно болит. Слава богу, вы очнулись. Он красивый. Как вы себя чувствуете? Давайте накричим. Ну серьезно, он нас сбил. Единственное, что я могу сделать, это накричать. Ужасно. Наверное, сломана нога. Прошу вас, не паникуйте. Сейчас я вас осмотрю. Не прикасайтесь ко мне. Кто вы вообще такой? И где я нахожусь? Прошу прощения, что не представился. Меня зовут Джина Габардини, и мне очень жаль. Стойте! Это же вы были за рулем той машины. Вы сбили меня. Да, и мне очень жаль. Вы должны сесть в тюрьму за такое вождение. Где мой телефон? Я вызову полицию. Прошу, не надо кричать. Я выплачу вам компенсацию. Да? А сломанную ногу вы тоже мне замените на здоровую? Вы уверены, что она сломана? Давайте я ее осмотрю. Я вам не доверяю. Вы меня сначала сбили, а потом похитили. Никто вас не похищал. Вы потеряли сознание, и я не знал, что делать. Когда человеку плохо, его везут в больницу, а не к себе домой. Вы правы, но я растерялся. Я, знаете ли, не каждый день сбиваю людей. При такой лихой езде это очень странно. Странно было встретить в том районе такую девушку, как вы. Что вы имеете в виду? Что такого особенного во мне? Вы такая... Инноценте. Это с итальянского... Невинная, что ли? Что это значит? Милая и немного наивная. Любой может вас обидеть. Поверьте, я умею за себя постоять. Я видел девушек, которые могут за себя постоять. Вы совсем на них не похожи. Как вы можете так говорить? Вы меня совсем не знаете? Не обижайтесь, это комплимент. Рядом с вами должен быть мужчина, который в любой момент сможет защитить. Я не какая-то беспомощная кукла. Конечно нет, но вы слишком лакомый кусочек для грязных... Фицца... Что-то такое, но это итальянский в общем. Однако сегодня этот лакомый кусочек оказался в ваших руках. Да, и я намереваюсь позаботиться о вас так, как вы того заслуживаете. Достаточно просто отвезти меня в больницу. У меня есть знакомый врач, и я его тут же вызову, как только узнаю, что с вами. Давайте же я вас осмотрю. Ну... Боже, я не знаю, что выбрать. Ну ладно, давайте согласимся. Хорошо. Только нежнее, у меня все болит. Джина осторожно потрогал ваш лоб. Хоть я и не врач, но в медицине кое-что с мыслью. Кто же вы? Всего-навсего стилист. Очень известный. Ничего себе. А теперь молчите. Я еще не закончил. Мужчина проверил синяки, пощупал руки и ноги. Ну, доктор, что скажете? У вас прекрасное тело, леди. И такая нежная кожа. А насколько это тело здорово? Пока я не вижу серьезных повреждений. Но я еще не закончил. Джина наклонился к самой вашей груди, взял вашу кисть в свою руку и пощупал пульс. Ваше сердце бьется так сильно. Вы боитесь меня? Нет, что вы. Он посмотрел вам прямо в глаза. Эмма, у вас столько огня, что рядом с вами становится жарко. Да откуда ты, блин, знаешь мое имя? Так, некоторые выборы можно купить только за алмазы, но это понятно. Закрыть глаза и поддаться соблазну. Выбор повлиял на отношения между вами и Джина. Это скажется в будущем. Вы закрываете глаза и чувствуете горячее дыхание на своей шее. Какая кожа? Какие линии? О, Джина, я вас почти не знаю. Не бойся, я не причиню тебе вреда. Я твой должник и постараюсь доставить тебе столько удовольствия, сколько ты пожелаешь. Джина покрывает поцелуями ваше лицо, зарывается носом волосы, проводит пальцами по ключице. Твои глаза, они, как будто пронизывают меня насквозь. И мне кажется, ты знаешь обо мне все. Эмма, ты настолько открыта и чиста, что в твоих глазах можно увидеть душу. Сильные руки Джина обхватывают вас за талию, гладят бедра. Малышка, ты вся дрожишь. Давай я тебя согрею. Да, да. Он целует ваш живот, крепко прижимаясь к вам всем телом. И тут раздается звонок в дверь. Ой. Нет, я совсем забыл. Можешь не открывать. Нет, я сам ее пригласил. В дом входит пожилая леди. Джина, мальчик мой. Как я рада тебя видеть. Маргарет. О, у тебя гости. Да, это Эмма. Очень приятно. Миссис Габардини? О, что ты. У меня нет детей. Маргарет моя давняя подруга и очень хорошая актриса. Здорово. Я тоже мечтаю сниматься в кино. Ах, я уже почти не играю, а просто наслаждаюсь жизнью. И скрашиваешь мою. И это, конечно, тоже. Но теперь, я смотрю, твоя жизнь стала гораздо интереснее. В ней появилась девушка. Эмм. Я просто зашла по делу. И что же это за дело? Эмм. Автомобильные. Да, точно. Я попросила Джина поучить меня вождению. Не знала, что ты этим занимаешься. Эмм. Случается. Но только когда есть время. Джина так мастерски водит машину, что я упросила его научить меня тому же. Ты преувеличиваешь? Никак нет. Рядом с тобой в машине так безопасно. Не то, что снаружи. Ха-ха-ха. Блин. Ха-ха-ха. Что ж, в таком случае отвези нас в ресторан. Мы же собирались вместе пообедать. Эмма, вы поедете с нами? Я бы с радостью, но должна снять квартиру. Это подождет. Но мне тогда негде будет жить. Я помогу тебе найти жилье. Ну, хорошо. Но только ненадолго. Хватит припираться. Поехали скорее. Я умираю, как хочу есть. Ресторан оказался в самом центре Голливуда. От богатой обстановки и вежливости официантов у вас перехватило дух. Только вы зашли в зал, как Маргарет уверенным шагом направилась к столику знакомой вам дамы. Карен, дорогая, как я рада тебя видеть. Какие люди, и Джина здесь. Привет, Карен. Пообедаешь с нами? С удовольствием. Девушка, а вы кто такая? Я подруга Джина. Вы умеете выбирать друзей? Обычно это происходит случайно. За таких влиятельных, как Джина и Маргарет, стоит держаться покрепче. Я против корыстной дружбы. А зря. В Голливуде нужно использовать все возможности для продвижения наверх. Я все же думаю, что талант прежде всего. Знаешь, сколько талантливых и неизвестных. Как тот косплеер, что играл Николаса Берда? Ах, этот. А я-то думаю, где я вас видела? Тот паренек играет ужасно. Я собираюсь его уволить. Но... Если Карен говорит, что актер плохо играет, значит, так и есть. У Карен одна из лучших актерских мастерских в Голливуде. Ого! Кстати, Карен, если уж у тебя освобождается местечко, проведи пару мастер-классов для нашей спутницы. Не знаю, у меня столько дел. Ради нашей дружбы. Не обижайся, Маргарет, но мне кажется, Эмма посредственность. Да как вы смеете? Один вариант не лучше другого. Ну, я правда не знаю, что выбрать. Я думаю, вариант рассмеяться будет забавным. Забавным. Вы закатываетесь громким смехом. Ваши спутники в шоке. Некоторое время они смотрят на вас, не зная, что сказать. Ха-ха-ха! Ну, вы даёте! Что смешного, милочка? Ваши суждения обо мне. И как вы умудрились за пять минут понять, что я бесталанна? У меня большой опыт и глаз намётан. В таком случае ваши чувства вас подвели. Может, вы стареете. Деточка, как вам не стыдно? Хм, а тебе палец в рот не клади, да? Я могу за себя постоять? Если бы ты проявляла столько же эмоций на сцене, я могу продемонстрировать. но у меня совсем нет времени. Карен, ну, пожалуйста, ради меня. Ну, хорошо, я проведу мастер-класс, но только ради тебя и только один. Спасибо, вы очень любезны. Не благодари раньше времени, ты ещё не знаешь, что тебе предстоит. Мне всё равно, ради карьеры и я готова на всё. Как интересно, и на что же ты готова ради золотого Адама? Например, я могу завести полезные знакомства? Ну, а почему нет? Она же сама говорила, что это важно. Важно иметь знакомство. После ваших слов Джина оживился. я могу тебе в этом помочь. Было бы здорово. Мне кажется, связи решают многое. Но, к сожалению, не всё. Любовь зрителей не поможет получить ни один влиятельный друг. Да, но он может помочь сняться в кино у крутого режиссёра. Ха-ха, насмешила. Что такое? Крутые режиссёры могут себе позволить отказать даже президенту. Но я думаю, пока ты ещё очень неопытна, и тебе лучше прислушаться к нашим советам. Остаток обеда Карен с Маргарет заваливают вас нравоучениями. Покончив с едой, вы с Карен отправляетесь на первый в вашей жизни мастер-класс по актёрскому мастерству. Что, уже? Я думала, что у неё нет времени. Ну, вот и приехали. Настраивайся на большую работу. Что, прямо здесь, на улице? А ты наблюдательная. Тут же люди, они будут мешать. Ты играешь для них. Но мои мастер-классы потому действенны, что я не трачу времени на теорию. Я заставляю выходить на улицу и играть так, чтобы все окружающие поверили. Что же мне делать? Для начала переоденься. Я принесла на выбор два костюма. О, боже, костюм бомжихи и костюм бомжа. В просторном дырявом платье никогда не бывает жарко, и толстый слой грязи на штанах делает их почти непромокаемыми. Я думаю, что лучше выбрать костюм бомжихи, потому что, ну, чтобы не было жарко хотя бы. Это ужасно, я не хочу играть бомжиху. Ладно. Я выгляжу как бомж. Отлично, так и должно быть. Вы должны просить милостыню у прохожих. Что? Нет, я не буду, это стыдно. В таком случае тебе нечего делать на сцене. Актер не должен ничего стыдиться. Но может есть другое задание? Нет, а вот и прохожий. Докажи мне, что ты хорошая актриса. Человек должен поверить, что ты нищая. Скрипя сердцем, вы подходите к тому, кого указывает Карен. Чего тебе оборванка? Сэр, у вас не будет мелочи на проезд. Вот наглость. Иди лучше поработай. Здоровая девка, а попрошай не чеешь. Понимаете? У меня украли все документы. Напилась, небось, и сама обронила где-нибудь в канаве. Нет, нет, сэр, моя мачеха. Она выгнала меня из дома, просто вышвырнула, понимаете? И где же твой отец? Он погиб в автокатастрофе. Бедолага, но это не повод побираться, иди работай. Недавно я устроилась на работу, и мне даже заплатили. Ну, так что же ты тут стоишь? Я прикорнула на вокзале, и у меня стащили все деньги. Да уж. Мне бы только хлеба купить. Бедная девочка. Ладно, я помогу тебе. Прохожий дает вам десятку, и подбодрив на прощание, уходит. он и вправду поверил. Кажется, я тебя недооценила. А это оказалось не так уж и страшно. Мне даже понравилось. Только не увлекайся попрошайничеством, детка. Внезапно у вас звонит телефон. Вы берете трубку и слышите голос Микаэля. Добрый день, Эмма. Ну как, уже готова? Здравствуйте. К чему? Ты что, забыла? Сегодня вечеринка на седьмом небе. Я тебя приглашал. О, черт. Хорошо, что я позвонил, да? У тебя есть целых два часа, чтобы собраться. Но я не подготовилась. Мне совершенно нечего надеть. Что за глупые отмазки? Это ночное мероприятие. Там значение имеет только улыбка и умение общаться. Ладно, что-нибудь придумаю. Микаэль положил трубку, а вы крепко задумались над тем, что же надеть. Кто это тебя так озадачил? Знакомый, сегодня вечеринка, а у меня нет платья. Девочка, у тебя друг стилист, как вообще можно расстраиваться из-за наряда? Эм, как-то неловко. Ничего неловкого. Господи, да я сама ему позвоню. Не дожидаясь ответа, Карен набирает Джина и уже через пару фраз возвращается к вам. Ну все, я договорилась. Поезжай к нему и выбери что-нибудь ног сшибательное. Но никаких но. Он сказал, что как раз хотел извиниться за утро. Карен почти насильно сажает вас в такси и вы мчитесь к дому Джина. Привет, красотка. Карен мне все рассказала. Извини, она не должна была. перестань, я ведь тебя сбил, я хочу хоть как-то загладить свою вину. Джина достает из гардероба три наряда, чтобы вы могли выбрать. Золотое платье, чтобы блистать ярче всех, серебряное платье, твой секрет соблазнения и маленькое черное платье, просто и элегантно. Мне очень нравится золотое платье. хоть оно и стоит немножко дешевле, чем серебряное, но я выберу его. Оно смотрится просто обалденно. Ну как? О, бриллиант! Боюсь, сегодня ты разобьешь не одно сердце. А теперь я тебя оставлю. нужно уехать. Будешь уходить, просто захлопни дверь. Но разве ты не пойдешь со мной? Нет, извини, сегодня у меня другие планы. Джина уезжает, и вы остаетесь одна в шикарном доме. До выхода пара часов, чем же мне заняться? львовица. Но я не буду ничего здесь делать и ванну не буду принимать. Пожалуй, я ничего не буду трогать и займусь собой. Я должна блистать на этой вечеринке. Микаэль говорил, там будет кто-то важный. Вы долго сидите у зеркала, наводите марафет и любуетесь новым платьем. Время пролетает незаметно, и через несколько часов вы уже перед клубом и чувствуете, как от волнения бьется ваше сердце. Вы подходите ко входу, но тут перед вами возникает здоровенный амбал. Ваш флайер. Меня пригласили. В таком случае у вас должно быть пригласительное. Эм, я могу позвонить и меня встретят. Вы звоните Микаэлю, но он не берет трубку. Мой друг внутри, можно мне его позвать? Показывайте флайер или убирайтесь. Периодически в истории случаются развилки, путь героини зависит от накопленных ранее талантов, драмы, романтики, приключения и комедии. Путь драмы? Да как вы со мной разговариваете? Вы не знаете кто я? Эм, никто? Меня это не интересует. У вас должен быть билет. Да вас уволят, стоит мне только сказать. Прошу вас, уйдите. охранник берет вас за локоть и отодвигает в сторону. Не трогайте меня, я закричу. Кричите, сколько влезет. Помогите! Он ко мне пристает! Ну, а что еще должна кричать девушка в такой ситуации? На украденный кошелек возможно никто не отреагирует. ты чего несешь? А ты продолжай держать и не такое услышишь. Вокруг вас уже начал собираться народ и охранник растерялся. Пустишь или мне продолжить? А черт с тобой, проходи истеричка. Вы с победоносным видом, гордо подняв голову, зашли в клуб. И тут же услышали знакомый голос. Ну наконец-то! Я уж думал, ты не придешь. Я кое-как прорвалась внутрь. Почему вы не дали мне флайер? О, дырявая моя голова. Я приму извинения в виде коктейля. С радостью угощу тебя. Пойдем в бар. Что ты предпочитаешь? Я хочу. Леденцовая страсть, сног шибающая, сног сладость. Мохито в облаках волшебный вкус и немного дыма. Перченая Мэри острее не бывает. Пожалуй, я выберу мохито в облаках. Обожаю свежий вкус. Ты сама словно свежий легкий ветерок. Вы мне льстите. Я всегда говорю только правду. Как и я. У Микаэля звонит сотовый. Он что-то быстро отвечает и поворачивается к вам. Эмма, мне нужно отойти. Тебе же советую познакомиться вон с тем высоким мужчиной. Но почему? вернусь, объясню. Вы проходите дальше к компании людей, завороженно слушающих рассказ знакомого вам актера. В общем, эта девица у входа наорала на охранника, а потом зашла в клуб. Это тот, который Дарси играл. Ого, то есть она среди нас? Не волнуйся, Эллен, мы не подпустим ее к тебе. Томас, как она выглядела? На удивление очень круто. На ней было короткое золотое платье. Всем привет. О, так это была ты. Я не узнал тебя в этом наряде. Ничего страшного. Так это та самая нахалка из рассказа? Угу. Девушка, а вы всегда обманом попадаете на вечеринки? Эм, меня пригласили, но забыли дать флайер. Ну, это же стандартная отмазка. Сегодня в клубе много знаменитостей. Скажите, на кого вы пришли поглазеть? Мне никто не нужен. Я пришла к другу. И кто же ваш друг? Перестань наезжать на девушку. Она такая милая. Кстати, я Элен, модель. Приятно познакомиться. Дэвид, а вы чем занимаетесь? Какая наглость спрашивать мою фамилию? Эм, я не понимаю. Это же сам. Раз девушка меня не узнала, то останусь инкогнито. Будет меньше шума. И все же кто вы? Теперь тебе придется угадывать самой. как в той игре про знаменитостей? Точно. Она моя любимая. Давайте сыграем. Скукота. Ну, пожалуйста. Ладно, уговорила. Все равно здесь больше нечем заняться. Что за игра? Угадай знаменитость или выполни действие. А, это типа правда или действие? Эмма, вопрос для тебя. Если проиграешь, танцуешь с Дэвидом. Давай только что-нибудь несложное. Ничего не могу обещать. Итак, кто на днях стал самым высокооплачиваемым актером Голливуда? Эмма, а я откуда знаю? Ммм, я думаю это Пэт Брид. Неправильно. ты должна станцевать с Дэвидом. Ладно. Чего не сделаешь ради веселья? Дэвид подходит, берет вас за руку и начинает двигаться в такт музыки. Вы неплохо танцуете, занимались хореографией? О, нет, в школе я часто бегала на дискотеке. Терпеть их не мог. Почему? Там было слишком скучно. Видимо, просто не нашлось девушки, с которой хотелось танцевать. Наверное, зато теперь от них отбоя нет. Это связано с вашей таинственной фамилией? Да, и с ней тоже. Вдруг музыка обрывается и в клуб вырываются полицейские. Всем оставаться на местах! О, боже, это же он! О, а что случилось? Сейчас узнаешь. Полицейский заламывает вам руки и прижимает лицом к стене. Эй, убери лапы. Но полицейский только сильнее вжал Дэвида в стену, ощупал его карманы и вытащил пакет белого порошка. Многовато для одного, а? У нас, между прочим, ветеринка. О, простите, я забыла о вашей спутнице. Я не его. Девушка, и сколько же наркотиков вы вместе приняли? Некоторые выборы имеют ограничения по времени, ну да, как обычно. Я не знаю этого человека. Полицейский до боли сжал вашу руку. Ах, ты не знаешь. Ты только что с ним танцевала. Он пригласил. Значит, ты танцуешь со всеми, кто предлагает? нет, но... Не трогай ее. Она совсем завралась. Нет, нет, я говорю правду. Правду ты скажешь в участке. Полицейский надевает на вас наручники и тащит через весь клуб к выходу. Отпусти девушку, она ни при чем. Девушка наркотиков всегда в деле. Но я не его девушка. А врать сотруднику закона нехорошо. Постойте-ка, я вас знаю. Вы сегодня днем просили у меня милостыню. Да боже ж ты мой-то. Я отыгрывала роль, я актриса. Ха-ха, насмешили. Почему вы мне не верите? Потому что я слишком хорошо знаю жизнь, дорогуша. Я за километр чую наркоманов, бандитов и прочее отребье. Так вот, от вас разит. Ах ты ублюдок. Полегче, а то я ведь могу и вмазать. И полицейский выволок вас на улицу, посадил в машину и увез в участок. Да ё-моё, что происходит? Советую вам поискать хорошего адвоката. А вам новую работу. Как только вы узнаете кто я, вы наркоман и ваша подружка не лучше. Вы ничего не понимаете. Мы не вместе. Ваши отношения меня не касаются. Отвечать перед законом вы будете оба. Разгневанный полицейский вышел, хлопнув дверью камеры. Ну ё-моё, ну всё не как у людей, а. Надеюсь, что ситуация быстро разрулится и что всё будет в порядке. Ну я думаю, что так и будет, но до следующей серии ещё минимум месяц. И это очень долго. Ну что, ребят, большое вам спасибо за просмотр. Надеюсь, что эта игра вам понравилась. Не забывайте ставить лайки, подписываться, писать комментарии. А я с вами прощаюсь. Всем пока.